Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. От смертельной болезни в страшной нищете умерла известная актриса, бывшая жена легендарного актёра. Советская и российская актриса театра и кино и телевидения Джема Георгиевна Осмоловская скончалась в возрасте 80 лет после сражения с раком. Джема Осмоловская родилась 24 августа 1938 года. Окончила школу студии МХАТ в 1964 и сразу была принята в труппу российского академического молодежного театра в Москве. Экранный дебют 1957 года. Повесть о первой любви. В 1957 сыграла Катю в знаменитой лирической комедии с элементами детектива «Улица полна неожиданностей». На съёмках познакомилась с Леонидом Харитоновым, сыгравшим в ленте главную мужскую роль. Они поженились. Ради Джемы Харитонов бросил первую супругу, прославленную актрису с трудной биографией Светлану Сорокину. Но и новый его брак был недолгим. Их брак даже не спасло рождение сына Алексея. Устав от пьянства супруга, Джема подала на развод. Позже актриса призналась, что пыталась лечить его, отправляла в клинику, но безрезультатно. После расставания Харитонов не участвовал в воспитании сына, а Смоловская растила ребёнка одна. Вторичная актриса вышла замуж за коллегу Петра Патья-Польского. В этом браке детей не было. Супруг до последнего заботился о жене и пытался привлечь внимание общественности к проблеме. Неоднократно заявлял, что Джема страдает от рака, а им никто не помогает. Далее фильмография Смоловской, картины и телефильмы «Бессонная ночь», «Мы двое мужчин» при попытке к бедству, «Сон с продолжением», «Посвящением в любовь». Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.